Отделом по расследованию особо важных дел Средственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области по материалам, предоставленным региональным ФСБ России во взаимодействии со службой собственной безопасности УМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника управления ГИБДД МВД России по Тверской области, полковника полиции Алексея Смирнова, начальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений УМВД России по Тверской области, подполковника полиции Константина Баранова, командира спецбатальона ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Тверской области, майора полиции Аркадия Коптякова. Данные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного под пунктами А.В. ч. 5 ст. 290 УК РФ. Это получение должностным лицом взятки в виде услуг имущественного характера, совершованная группой по предварительному сговору в крупном размере. Также уголовное дело возбуждено в отношении заместителя генерального директора Открытого акционерного общества Тверь-Газстрой. Данное лицо подозревается в совершении преступления, предусмотренного в пункте А.В. ч. 4 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, в период с 30 октября 2013 по 30 июня 2014 года Алексей Смирнов, Константин Баранов, также Аркадий Коптяков, действия группы лиц по предварительному сговору получили от заместителя генерального директора Открытого акционерного общества Тверь-Газстрой взятку в виде услуг имущественного характера, которая выразилась в проведении безвозмездных работ по газификации объектов недвижимого имущества на общую сумму более 336 тысяч рублей. Соответственно, за оказание ему и представляемым им лицам общего покровительства и попустительства по службе. В настоящее время Смирнов, Баранов и заместитель генерального директора Открытого акционерного общества Тверь-Газстрой задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Место нахождения Коптякова устанавливается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование данного уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления Регионального следственного комитета РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова